Микс Ньюс В гостях, как уже анонсировалось, президент Латвийского объединения студентов Юстин Ширина. Здравствуйте! Доброе утро! Вот скажите, Юстина, действительно библиотеки, они работают, не работают? Как студенты получают доступ к знаниям? Или им приходится пользоваться только электронными какими-то библиотеками? Сейчас, в эпоху коронавируса, да. Ну, в начале марта закрыли школу, ну, все эти... и остались. Тогда политики тоже были закрыты, ну, а в данный момент уже эти... ироби уже стали легче, и можно достать книги и информацию. Мы, наверное, попросим вас чуть поближе к микрофону говорить, потому что вы иногда пропадаете. Очень тихо звучит, да, спасибо. Ну, сейчас, конечно, основная тема, связанная с высшим образованием, которая очень активно обсуждается, это поправки к закону о высших учебных заведениях, о высшем образовании. И представители вузов, они протестуют, они утверждают, что эти поправки уменьшат автономию вузов и увеличат их зависимость от государства. Вот у студентов латвийских университетов есть какая-то позиция по этому вопросу? Какую сторону вы поддерживаете? Да, мы уже в прошлом году, когда это все началось, активно брали участие в этих дискуссиях и говорили, ну, вот эта последняя версия, которая принята в кабинете министров, да, и там есть такой риск, Так что аутономия станет меньше, но мы как-то с оптимистом смотрим на вот этот процесс, который сейчас будет в Сейме, и будем брать активное участие там. И, ну, наши вот этот риск, опасения в том, что эта реформа уменьшает право студентов брать участие в процессах, которые происходят в вузе. Например, в данный момент у нас в Сенате или в Сатурске, в Саполце, есть 90% пар, став, нет ли бы? Право представительства в 20%. Да, и право об этом в вопросах, которые связаны с интересом студентов. А в данный момент это, вот, например, в Падуэме, который, ну, планирует министерство, этого там нету. То есть вообще никакого представительства студентов? Там есть один студент, но что один студент может сделать, если в данный момент у нас есть, как бы, 20%? Ну, вот, вообще мы можем наблюдать, что в последние годы, особенно, как-то активно государство принялось за высшеучебные заведения. Тут вот эти поправки и история с выборами ректора ЛУ, ну, и какие-то другие тоже истории. Частные вузы не могут выбирать язык обучения, приглашать лекторов. И мы, когда обсуждали такие вопросы, вот, в прошлом году тоже с представителями студентов, они говорили нам, и вы, мне кажется, даже в том числе, что вроде диалог с министерством образования и с министром образования Луги Шиплинской, он как бы есть, но не всегда понятно, слышат ли вас. Вот на данный момент, особенно учитывая последние два месяца, есть ли какое-то общение с министром образования, какой-то контакт, или уже он совсем пропал? Ну, это нужно отличить в данный момент, например, на этот день, надо отличить двух разных вопросов. Одно, которое касается вот этого закона высшего образования, и другое, например, вот связанное с этой акцией, которую в данный момент мы организуем, хочу учиться. Вот по другому вопросу у нас уже от пятницы, довольно такой хороший диалог открылся, и мы там разговариваем. Работаем над этими предложениями для кабинета министров, но по вопросу закона высшего образования, там у нас труднее вот это все происходит. А у вас есть какое-то объяснение, почему такое разделение? Ну, это политика, это так работает, но вот в одном вопросе у нас местные интересы, в другом нет. 6-7-2-12-93-9, 6-7-2-13-93-9, это телефоны прямого эфира, звоните, задавайте свои вопросы, или пишите их по WhatsApp, 2-3-0-6-1-9-1. Скажите, вот Юстина, насколько действительно вот эта ситуация, чрезвычайная ситуация с коронавирусом, повлияла ли она на студенческую жизнь? Потому что мы все прекрасно понимаем, что получение образования, это еще, ну вот студенческие годы, это не только учебники, не только экзамены, коллоквиумы, это ведь и прекрасные годы жизни, когда студенты общаются, когда происходят какие-то студенческие кружки, движения. Вот насколько сейчас это возможно, учитывая вот ограничения в общении? Ну, я думаю, не только для студентов эта чрезвычайная ситуация поменяла жизнь, это повлияло не только на учебу, но и на студенческую жизнь, когда у нас есть ограничения, что мы не можем встречаться, ну вот в последние недели уже это становится как бы легче. Ну вот все мероприятия, все, что происходило в вузах, и это остановилось, и это одна сторона, а вторая еще, ну вопрос в том, что много студентов в Латвии параллельно студиям работали, и многие потеряли работу, или потеряли, ну, финансирование. Да, да. И вот поэтому, например, уже в последние две недели, да, мы начали такую акцию «Хочу учиться» в соцсетях, потому что у нас тоже как бы из этих ограничений… Собираться. Собираться. Собираться, вот например, не знаю, про протест или пикет, и вот зачем вот эту акцию. И вчера еще происходило такая… Мы были там только около десять человек при министрестве. Как? Как? При министрестве. Собираться. Ну, у министерства. Да, у министерства, и там была как бы инсталляция, которая сделана от всех фотографий, которые студенты опубликовали в соцсетях. Ну да, мы хотели тоже говорить, конечно, про эту акцию «Грибы студает. Хочу учиться», которая проходит очень активно действительно в соцсетях. У меня много друзей-студентов, и я в Фейсбуке вижу очень много постов на эту тему. И вот вы сказали, что действительно эта акция помогла как-то достучаться до министерства образования, что именно по этому вопросу они вам ответили. Да, да. Ну, там у нас еще в прошлой неделе не очень получилось как бы достучаться не только до министерства, но и других партий, других политиков. Но как-то когда медиа начали еще больше писать про эту проблему, тогда уже они открылись. Ну, как бы основное требование от вот этой акции, если я правильно понимаю, оно состоит в том, чтобы министерство, чтобы правительство, там, кто угодно, обеспечил студентам возможность учиться в университетах и не тратить свое свободное время на подработку, потому что это отнимает силы, время и другие ресурсы, которые студент мог бы использовать для обучения. Ну, не совсем. У нас как бы главное требование в данной ситуации в том, чтобы помочь тем, которые хочут учиться, но у них нет возможности, например, получить бездарные капабалсы, или дикста, капабалсы, или другое, и он потерял, например, работу. И, во-первых, вот мы продолжаем это сделать, как бы такой специальный фонд стипендий по социальным вопросам, и чтобы, например, студент мог, каждый студент, там, ну, ящерой, вот. Или он, ну, не знаю, учится в государственном вузе или приватном, получить, например, уже от юния стипендий около 180 евро, чтобы, ну, мог выжить или, ну, ладно, это мало, ну, это больше, чем ничто. И еще другое это требование, чтобы государство, ну, как бы, подняло объем и чисто студенты, которые получают эти академические стипендии, уже последние 16 лет, они в объеме 99,060 центов, по-старому 70 лет. И вот этот компромисс, который уже мы, как бы, получили с министерством, что подъем может быть где-то до 200 евро. То есть это уже, ну, не то чтобы обещание, но такая вероятность есть? Ну да, уже такой план есть, но еще там очень много в процессе, потому что еще в понедельник была встреча вот этих партий, которые сейчас в хоалиции. В хоалиции. Да, и были вот партии, которые очень, ну, министры, которые очень активно там, ну, состоялись за, надо помочь студентам, все это. А были такие, которые, ну, там еще не хотели, у них там еще были вопросы, все это. И вот если все правильно, тогда сегодня будет у них другой такой раунд встречи, буду ждать новостей. А будет ли какой-то у вас действительно черный список, условно говоря, тех партий, которые вот не откликнулись на требования студентов, чтобы, ну, хотя бы вот огласить, чтобы люди понимали, знали, вот кто поддерживает студентов, а кто против них? У меня в другое интервью тоже журналисты спрашивали, что мы будем делать дальше, если ничего не получится. И я им тоже так ответила, что, ну, мы молодежь, как бы, такой, ой, креативный, и будем что-то делать, будем говорить, будем думать что-то. Потому что, ну, уже вчера, когда мы делили вот эту акцию, у нас прямая цель была, чтобы все студенты оставались дома, чтобы вот никто не забрали. Мы вот все организуем, опубликуем вот на улице вот эти фотографии, ну, как-то так вот покажем, что у нас, этот важный вопрос для нас. А то, что произойдет дальше, ну, увидим, будет сюрпризы. Тут, когда я вижу такие акции у меня, опять-таки, на Фейсбуке, я вижу комментарии, то один из таких критических комментариев, который зачастую возникает, я вот как бы так перенаправлю его вам, он состоит в том, что люди там, которые уже закончили университетские годы, они пишут, что вот, а нам никто не помогал, мы все сами учились, учились, работали, мало спали. Ну, так и что, мы молодые были, энергии хватало и так далее. В общем, что это просто часть студенческой жизни, часть молодости, это вот такое немножко трудности, которые ты преодолеваешь, тем самым вырастаешь и становишься сильнее. Вот на такой аргумент у вас есть что возразить? Да. Ну, одно, что я хочу сказать, в ихнее время, я думаю, тоже была возможность как бы поднять этот вопрос и решать. То, что в то время это не делали, это не означает, что мы не должны сейчас над этим работать. И я думаю, что мы как общество должны уже в одно время как бы перерасти и остановиться, как бы делать, что, не знаю, то, что мы не спьем или у нас, ну, коза, ой, запуталась здесь. Ничего страшного, вы говорите, как вам удобнее, мы поймем. Да. Если у студентов начинаются какие-то ментальные уже проблемы от этого стресса, всего-всего-всего, что происходит, но это ненормально. И как бы если мы хочем стать обществом, ну, как в других, не знаю, странах Евросоюза, или, ну, поменяться, сделать нормальной, хорошей, вот, приятной, как бы, виды. Ну, среда. Среду для молодежи, но тогда, может, мы как ГАСУ-20 можем что-то поменять и сделать, чтобы молодежь осталась тут и мог, не знаю, очень хорошо, качественно научиться работать. Ну, вот, Юстин, скажите, пожалуйста, насколько мы поняли с ваших слов, сейчас возникла действительно проблема с тем, что студенты, которые платили за учебу, и они где-то подрабатывали, потеряли работу. Вот есть ли какое-то, ну, вот, представление об этой проблеме, сколько студентов, ну, возникли у какого количества студентов проблемы с оплатой, может быть, учебы, и, ну, вот, риск, что они не смогут дальше продолжить образование? Угу. Где-то в середине апреля мы, да, делали опрос студентов, где участие брали больше, чем 8-6 тысяч студентов. Вот 42... Не, высших... Ах, так, азглодили все, да. Вузы. Вузы, да. И там тоже вот был такой вопрос, что он будет делать, если у него, ну, он поменяется вот эта обстановка, и у него больше не, ну, как бы, уменьшаются или не будет финансов для студии или для жизни. И там было очень много таких вариантов, что он мог отземеть. Отметить. Да, отметить. И 12% респондентов отметили, что он покинут студии. И еще 12% отметили, что они пойдут в академический отпуск. Академический отпуск. Да, и, ну, если мы, вот, сделаем вот эти апрельсы. Расчеты. Расчеты на всю группу студентов в Латвии. У нас в данный момент 78 тысяч студентов. И если посмотрим, вот, 12% этого числа, это 10 тысяч студентов, которые могут покинуть студию. Мы, конечно, понимаем, что эта проблема увольнения и отсутствие источников финансирования, точнее, потери источников финансирования во время коронакризиса, она, очевидно, не только латвийская проблема. И есть ли у вас какой-то контакт с обществами студентов в других странах? Может быть, у них есть какие-то другие решения, и вы как-то делитесь своим опытом? В данный момент, ну, каждая страна решает, как может, и какой у них тоже, ну, экономическая ситуация, и какой у них бюджет. Ну, да, мы обнимаемся, нет, да, с информацией с другими, тоже организациями в других странах, ну, там, то, что надо брать, как-то, я не мэра. Брать внимание. Брать внимание, то, что в других странах, ну, вот, например, чуть-чуть по-другому сделана эта самосистема высшего образования. В других странах, например, очень хорошо сделана политика социальной помощи для студентов, и не только для студентов, но и для других групп общества. Например, то, что мы, вот то, о чем мы говорим в Латвии, то, что у нас почти ничего нет, например, для студентов уже, ну, больше, чем 16 лет. Вот, например, прошлый год у нас, мы очень радовались, что у нас в времени года получилось сделать реформу для кредитов, которые гарантированы от государства. Ну, вот то, что в конце получилось, то, что вот этот процесс, ну, зашел довольно долго, у нас был план, что у студентов будет возможность получить этих кредитов для студий и для, ну, для жизни уже в начале апреля. Только в конце апреля у нас кабинет министров принял эти правила, чтобы все это могло произойти. И сейчас у нас такой вакуумный период, когда у студентов нет возможности получить никаких кредитов с государственной гарантией. Единственная возможность, если ты хочешь, не знаю, получить от банка денег, это брать коммерческий кредит, ну, простой кредит. Но там эти носки... Условия. Ну, довольно строжие, и у очень многих студентов нет возможности это сделать, потому что у них, например, раньше не было работы, или у них нет человека, который мог гарантировать, ну, быть, галлотая. Поручители. Да, поручители. И то, что у нас вот, ну, индикации на данный момент, что, например, эти кредиты, которые гарантированы государству, будет возможность получить только в конце августа. Потому что вот на эти месяца лета банки должны сделать лыгами. Как еще раз? Лыгами. Договоры. Да, да. Писать договоры с АЛТОМ и с другими институциями, и еще внутри себя там все сделать, все эти системы, чтобы информация очень оперативно обменяться информацией. И, да. Мы сейчас примем телефонный звонок, потом вернемся к этой теме. Здравствуйте. Доброе утро. Ну, я вашей гостью и всей команде, с которой она работает, желаю удачи искренне, потому что сам был студентом, и у меня я учился на экономическом направлении и прекрасно осознал уже на ранних курсах, какие денежные потоки представляют из себя вообще высшее образование, в частности, контроль над вузами. Поэтому я, мое субъективное мнение, это исключительно просто передел влияния и борьба за денежные потоки для будущего распределения в бюджет, около бюджета, в лоббировании и так далее. Поэтому я вам искренне желаю вообще успехов, чтобы вы отстояли автономию именно вузов, потому что это единственный, в моем понимании, инструмент, как вуз вообще может, в принципе, существовать в том виде, в котором он сейчас есть. У меня вопрос вашей гости. Скажите, пожалуйста, а вот вы не чувствуете риски, что все-таки будут продавливаться вот эти реформы, связанные с тем, чтобы вузов было немного, и, соответственно, вот этот вот централизированный контроль в решении автономии именно можно было бы проще основать. Ведь Далгов-Пиловского университета собирались отнимать статус. Я не знаю, правда, чем эта история закончилась. Вот что вы можете сказать. Спасибо. Спасибо. Ну да, немножко отводим от темы, но тем не менее, интересно ваше мнение. Нет, нет, нет. Спасибо большое за хорошие слова. Но, ответив на ваш вопрос, история про университет Далгов-Пиловского не закончилась, потому что эта реформа еще в процессе, она закончилась на уровне кабинета министров, но он сейчас будет продолжаться в Сейме, в парламенте, и там еще увидим много изменений. Я даже не знаю, что мы там увидим, но что-то увидим точно. Там интересно. Да, да. Не, вы продолжаете говорить, извините, я вас прервал. Не, ну вот, а другое, да, такой риск есть, что, ну, это даже, ну, как бы не скрыто, многие политики это говорили, что, не знаю, там у нас в Африке очень много вузов, и, например, на то, сколько у нас людей в стране, или студентов, и, напротив, положив вот это число вузов, мы должны что-то изменить, но вопрос в этом, что у нас не только, ну, да, возможно, у нас их много, но у нас, как бы, есть, это разделение, разделение, что у нас есть государственные вузы и приватные вузы, и для тех слушателей, которые, ну, разбираются в том, насколько много государства может повлиять на приватный сектор, тогда, ну, как государство думает закрыть приватный вуз? Это, как бы, решение не хозяина, но дыбина, то есть, и это приватная, юридическая персона. Ну, вопрос ведь не столько в том же закрытии, а в, как бы, в том количестве... Не, ну, то есть, сейчас, по крайней мере, кажется, со стороны, если сравнивать количество вузов частных, в том числе в Латвии и в соседних странах, такое чувство, что у нас вуз открыть может кто угодно, то есть, были бы желания и возможности, а какая-то там проверка, что именно преподается в вузе, какое там образование получается, эта проверка не так проводится, и у нас, получается, есть разделение на такие, условно говоря, вузы европейского уровня, там, ЛУ, РСУ и так далее, там, ССЕ, и вузы, которые, ну, они официально вузы, но по факту их образование, мягко говоря, не самого хорошего качества. Да, ну, это проблема, и я лично очень надеюсь, что вот в ближайшие годы, сейчас не хочу набрать вам до 23-го по ходу, будут происходить очень интенсивно аккредитации. Да, учебник вот этих, ну, студенческих направлений. Да, и там будут, как бы, оценивать, смотреть, как происходит этот учебный процесс, насколько он хорош в этом качестве, и это будут делать, как бы, и наши местные эксперты, и, как бы, международные эксперты, они будут, не знаю, не только читать вот эти бумаги, которые сделаны в вузе, но они будут, там, брать интервью, смотреть, приходить, и все-все, ну, очень, так, узманы и внимательно оценивать. Так что я, ну, у меня очень большие, как бы, царейбосы. Надежды. Надежды на этот процесс, что он покажет, где у нас хорошие программы, студии, где надо сделать изменения или закрыть. У нас по WhatsApp пришел вопрос, интересный, мне кажется. Вопрос такой, сколько денег в месяц необходимо студенту, чтобы покушать, купить учебные материалы, еще и лечиться, отдыхать, обновлять гардероб и участвовать в социальной жизни страны? То есть, есть ли у нас какие-то, потому что мы действительно, на самом деле, наверное, уже не очень понимаем, сколько на самом деле нужно вот заработка студенту, чтобы нормально себя чувствовать? Это... Ну, я понимаю, что это индивидуально, но какие-то там, не знаю... Это очень индивидуально, но, как бы, таких... Семиарных субпетий на эту тему в Латвии не происходили. Ну, я думаю, что... У нас даже в Латвии нет, как бы, апрекинг с минимумом. Расчет на сумму минимального проживания. Просто я понимаю, что здесь ведь речь идет о студенте, который, например, иногородний живет в общежитии, ну, или снимает квартиру, или студент живет с родителями. Наверное, студент, который платит за учебу, и который находится... Ну, да. То есть там очень много... Ну, у меня маняющих факторов, например, не знаю, если ты вот студент, который раньше жил в Резакне, и сейчас приехал учиться в Ригу, и у тебя нет возможности, что, не знаю, там, тебе семья поможет, или еще кто-то, но ты сам на себе. Ну, типа одна ситуация. Если ты, например, студент, который жил, не знаю, там, очень хорошо обострительная семья в Риге, и сейчас, ну, тоже продолжаешь жить в Риге, не знаю, можешь жить с родителями, их доме, не знаю, или квартире, у тебя другая ситуация. Ну, и вот еще то, ну, все то, что вы сказали. То, что вот интересно, я даже чуть-чуть сама была в шоке, я сейчас открою презентацию, когда делали этот вопрос, у нас был вопрос о том, сколько у вас есть личные доходы. Личные доходы. И, ну, там, этот спектр был очень большой у студентов, но я была в шоке, что у нас 8% респондентов сказали, что у них вот этот доход только до 100 евро в месяц. И сама вот помню, как я начала учиться, у меня в первом курсе доход был 200 евро. Ну, я не понимаю, как вот студент может выжить за 100 евро только в месяц. Потому что общаги, сами дешевые, ну, не знаю, там, университета Латвии в месяце Макса стоит около 50-60 евро. У тебя еще надо купить, как бы, если ты вот живешь в Риге, менеджменты для транспорта, это еще 16 евро. Ну, и вот сколько у тебя осталось, вот этих 100 евро для пищи, для, не знаю, для книги, или еще для чего-то, для процесса студии, ну, это пей. А если у тебя зоб заболел, или тебе, да, надо еще, не знаю, обувь новую купить, за какие деньги? Ну, да, ну, вот, собственно, поэтому мы и спрашиваем. Я еще хотел уточнить такой вопрос. Я, честно говоря, не планировал задавать этот вопрос, но вот раз уж мы заговорили о частных вузах, и вы сказали о том, что государство не может повлиять на частные вузы, мы сейчас видим, вот, вот в эти месяцы, как, именно как государство влияет на частные вузы, и вот этот закон, который широко обсуждается, который, среди прочего, запрещает частным вузам преподавать на языках, не являющимся языками Евросоюза. И у нас получается такая парадоксальная ситуация, что вроде как вуз частный, государственных денег он потребляет, или вообще не потребляет, или потребляет минимально, но при этом он не может преподавать на том языке, в котором существует нужно. В данном случае, конечно, мы не можем ходить этого, это имеется в виду русский, который, потому что английский является языком Евросоюза, русский не является, и для многих людей потеряна возможность обучаться на том языке, который им наиболее удобен. Ну, или, предположим, пригласить преподавателя, который там может, ну, вот этот предмет... Да, хорошего, качественного преподавателя на русском языке. Вот вопрос такой, именно общая студенческая позиция, она есть какая-то по этому вопросу, или это все-таки больше вопрос нацменьшинства и студенческое тогда общество к нему как бы не касается? Я хотела начать, ну, ответить, уточнить пару деталей. То, что я сказала, что, ну, государство не может повлиять на приватную вуз, это я думала, как, не знаю, министр образования не может выдать реквеймс, что, не знаю, вот такую приватную школу мы закрываем. Ну, то, что он может сделать, он может поменять закон и сделать, ну, более неприятные вот эти условия для работы и для организования процесса студии. Но именно вот этой группой... Поняли меня, да? Да-да-да, да, конечно. То есть не напрямую, а косвенно может влиять? Да. Ну, вот. Ну, ответив на ваш вопрос про вот эту ситуацию с языками, тогда я с очень большим интересом жду решения Конституционного суда, потому что в данный момент там активно происходит вот этот процесс, ну, там, открыто дело по этому вопросу, и вот они решают, решают, это законно было или незаконно по... Ну, по конституции. Да, по конституции. Вот. Но смотря на наше мнение, как от объединения студентов, тогда по-нашему это вопрос лично касается каждого вуза, чтобы он мог решить, как лучше организовать, и по-нашему это должно оставаться в вопросах как бы аутономии вуза. То есть вы в этой стороне, в этом вопросе скорее на стороне тех, кто спорит с этим решением? Да, да. Скажем так. Скажите, вот вы уже упомянули про общежития. Насколько сейчас вот жизнь в общежитиях, например, следит ли объединение студентов за соблюдением условий, вот меры безопасности, дезинфекции, ну какие-то вот такие вещи, чтобы не было вспышек, заболевания, поскольку это опять-таки... Ну и даже вне рамок коронавируса насколько объединение вообще следит за условиями проживания студентов и вообще проблема ли это для Латвии? Я сказала бы, что да, потому что у нас, вот не знаю, 21-й уже век, но у нас еще есть вот эти общаги, где можно найти, не знаю, там какой-то таракан или еще плесень, еще что-то, и ну как бы неприятно. Хотелось, чтобы вот это было сделано хорошо и чтобы мы могли нормально жить, но вот проблема в том, что для вузов, очень многих вузов не хватает денег, чтобы, не знаю, улучшить инфраструктуру, и ну многие студенты должны жить даже и в таких обстоятельствах, но это все не так темно, как я сказала, есть и хорошие общаги, где ну сделан ремонт и все очень приятно и прекрасно, но там надо брать внимание то, что и там это ну как бы арендная плата арендная плата выше, чем вот этих, ну скажем так, плохих вообще. То есть есть опасения, что если эти условные плохие общежития улучшить, то и вырастет соответственно цена? Ну это как бы уже видно, что так происходит, потому что, ну вот, например, не знаю, вуз инвестировал на ремонт, но они должны получить деньги как-то обратно, чтобы они могли тоже работать. Ну вот мы за время нашего разговора мы обсудили некоторые проблемы студенчества, вот только что там общежитие, качество жизни и недостаток доходов. Какие, опять-таки, выходя за скобки коронавируса, в целом, какие проблемы кроме этих являются для студентов сейчас самыми актуальными? Что нужно решать в первую очередь? Ну или что первое вам приходит в голову. Чтобы вот одного выделить, не знаю, вот, например, у меня лично, не знаю, последние две недели как бы очень происходили, ну, произошло, все запутали, я очень много работала с вот этими вопросами, которые касаются вот этой акции или вопросов финансирования студентов, но я уже знаю, что уже в следующей неделе у нас ДНС-карты, ибо... Распорядок? Да, распорядок не будет вопрос вот об этом законе высшего образования, и я буду должна, ну, я буду выступать всеми и уже презентировать наше мнение, как вот этот закон нужно изменить. Скажите, вот иностранные студенты, их стало сейчас меньше, разъехались они вот... Собираются ли вернуться? Да. Ну, это, конечно, личный вопрос и решение, но я надеюсь, что да, как бы они уже в последние годы стали очень большой частью, как бы... Они принимают участие активно в деятельности объединения студентов? Объединения я сказала бы нет, не очень, но в разных... не в разных, а в разных а сейчас. В различных? В различных вузах они очень активны. Вот, например, у нас в РСУ, в РТУ тоже вот из приватных вузов там в Туриба или в ТСИ, ИСМА, они очень активны и очень активно берут участие. Вот, я помню, я как-то в сентябре, мне кажется, познакомилась с новым составом самоуправления студентов в ТСИ, и у меня был такой шок, что я узнала, что от всех студентов, которые там активны и берут участие, 70% иностранные студенты, потому что в государственных вузах я нигде не слышала про такую активность в таком мире, что очень-очень приятно, что они тоже берут участие и активно работают, чтобы интересы их и других студентов были услышаны в их школах. Да, такой, не знаю, может быть, несколько специфический вопрос, но несколько недель назад было высказано мнение о том, что студенты, по мнению одного журналиста, студенты могут потребовать от вузов вернуть часть денег за обучение, потому что сейчас в эти два месяца студенты не ходили в университеты, соответственно, они не тратили электричество, они не пользовались какими-то другими ресурсами и так далее, и так далее, то есть то, что они покупали, условно говоря, за те деньги, за обучение, оно не пользовалось, и вот такое было мнение, что можно попросить вуз вернуть какую-то часть этой оплаты обратно за эти два месяца, почти уже три, вот как вы относитесь к такому мнению? ПЕСАРДЗИГИ. Остороженно. Остороженно, да, потому что, ну, это, там нужно тоже, как бы, смотреть каждую ситуацию, например, ну, студент, конечно, может написать заявление заявление для ректора, или, не знаю, ну, для правительства и, ну, задать такой вопрос, или, например, если у него есть проблемы с оплачением этой студии Макса, там, попросить сделать другой план, или, там, ну, поговорим на термин. Увеличить срок. Да, уничтожить срок оплаты, ну, оплаты, но, ответив на вот этот вопрос, я тоже, ну, еще в начале апреля очень активно говорила с разными ректорами, и то, как бы, я не могу напеклить. Вы не можете не согласиться? Не согласиться, что просто для вузов появляются очень, как бы, другие, новые, расходы. Например, у многих вузов они должны купить много компьютеров для преподавателей. да, действительно. Или, вот, не знаю, у нас была одна аудитория, где было, не знаю, там, 20 компьютеров, и у них всех поставлены специальные вот эти лицензии для программации. Лицензированное программное обеспечение. Да. и студенты могли там идти, работать, и вот, учиться. А сейчас каждый сидит у себя дома, и университет должен купить для всех, например, или, не знаю, ну, вот эти лицензии. и это дорого, это стоит деньги, и это просто, ну, меняется. А что, действительно покупает учебное заведение? Для студентов, да, какие-то лицензии? Ну, да, например, не знаю, там, если ты хочешь считать, не знаю, сейчас думаю, вот, например, вот в одном вузе не для всех, но для очень многих купили вот лицензию зуб, чтобы могли организовать видеоконференции подаватели. В других вузах, например, сейчас должны купить, тоже покупали лицензии для фотошопа, ну, для других вот программатур, чтобы студенты могли дома учиться и продолжать вот работу в такой обстановке. Я тоже тогда, мне стало интересно, вот вы общаетесь действительно с представителями многих вузов разных, есть ли какие-то вузы, или там по вашему опыту до коронавируса, есть ли какие-то вузы, где студентам проще общаться с ректорами, которые больше идут навстречу студентам из студенческой жизни, и, ну, не знаю, захотите ли вы это говорить в эфире, но, может быть, есть какие-то вузы, которые, наоборот, с этой точки зрения находятся внизу списка, и с ними очень сложно находить контакт. Ну, это было бы очень некорректно с моей стороны, если я бы ответила и сказала. Ну, а не, ну, хорошо, про хорошее, хорошие примеры, конечно, тоже интересуют. Ну, есть, да, это очень хорошо видно, вот, не знаю, ты посмотришь, там, соцсети, не знаю, самопроведение студентов, и там видно, что, не знаю, там, не знаю, с ректором, с кем-то еще сделать такой договор, или еще что-то происходит, ну, вот эта динамика появляется, это видно, и тогда можно понять, что там очень, ну, такие хорошие, конструктивные отношения внутри вуза. Не, вот, сейчас подумаю, какие-то хорошие примеры. Ну, вот покупка Zoom для студентов, мне кажется, это очень хороший пример. Ну, а, один пример, буду брать приватную школу. В начале апреля, насколько я знаю, тоже многие студенты задавали, не, не задавали, ясно, я думаю, подавали заявление. Да, подали заявление для вуз, чтобы им как-то, ну, помягчили вот эти условия оплаты за учебу, эти сроки, ну, все-все. и то, что сделал вуз, это Рисепа, они как-бы выдали карты и ну, как-бы нацио про те студенты. Пошли на встречу студентов. Да, 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 чтобы поменять графику, оплату, все-все это, и мне кажется, вот это был очень такой, ну, хороший жест от школы, чтобы помочь. Да, вот на такой, наверное, хорошей, доброй истории мы и закончим наш эфир. Спасибо большое. у нас сегодня по связи, по скайпу была президент Латвийского объединения студентов Юстин и Ширина.